Музыка И снова всем привет! Снова мы ведем свой репортаж из 95 павильона Брестского авторынка Сегодня мы поговорим о выборе компрессора Какой компрессор выбрать на покраску в гараже Мы попросим Александра рассказать о компрессоре Значит смотрите, начнем с маленького Во-первых, хочу всем сказать то, что характеристики вот здесь, которые написаны Часто немножко привираются, то есть неправду пишут Вот здесь, к примеру, написано 233 литра в минуту качает Неправда 170, я думаю, приблизительно будет реально То есть пишут вообще забор воздуха То есть то, сколько воздуха он в себя берет А сколько выпускает, это уже вопрос Все компрессора, в принципе, дают 8 атмосфер Для того, кто в гараже хочет подкрасить поэлементно машину Не целиком, а поэлементно Такого, в принципе, достаточно Ну, опять же, разные виды пульверов На ЛВЛП, в принципе, я думаю, такого будет достаточно Но вообще, конечно, на покраску не советую ни в коем случае Продуть, подкачать, покрасить одну секцию максимум Крылышко, к примеру Колесо накачать Ну да 25 литров ресивер, полтора киловатта мощности Его один цилиндр Желательно обращать внимание на что? Во-первых, фильтры Особенно в компрессорах с прямым приводом Берите с железными Потому что прямой привод очень сильно греется Часто бывало даже такое, что ко мне приходили с поплавившимися фильтрами Пластиковыми То есть они просто плавятся Вот, ну и, естественно, внутри фильтра Тоже советую обращать внимание, чтобы не стояла какая-нибудь хрень типа поролона Ролон, конечно, прикольно Но Вот То есть, как бы, фильтрующие элементы Неплохие Вот такие я бы советовал смотреть Ну, опять же, конечно, фильтры вас не спасут, если правильно не будете пользоваться То есть их надо продувать раз И держать не в месте, где вы красите Компрессор А по отдаль, чтобы пыль краски не попадала на фильтр Потому что засрет любой Какой бы крутой фильтр не был Ну и желательно вообще на улице выносить Или в подвале держать Это вообще в идеале Частя Вот это называется пресостат, она же автоматика Это реле, которое срабатывает от определенного давления Внутри его Вот Болтик Который надо крутить Значит, здесь даже приблизь плюсик и минусик нарисован Ну, минусик, я так полагаю, все поняли, что уменьшение давления Плюсик увеличения В таких компрессорах с прямым приводом Больше 8 атмосфер, ребят, не ставьте реально Это вылетит, короче Здесь стоит мембрана Воздух с компрессора Давит на мембрану Мембрана давит на пластиковый такой типа держачок Он, в свою очередь, давит на пружинку И в момент, когда уже пружинка сжата Начинает срабатывать здесь контактная пара Ну и, естественно, включает либо выключает компрессор В зависимости от давления Вот Вот это называется регулятор давления То есть покрутив вот эту штучку Мы можем уменьшить либо увеличить давление на выходе из компрессора Вот видите, стрелка пошла То есть первый манометр, вот этот Показывает непосредственно какое давление сейчас в самом ресивере Вот этот будет показывать то, что мы будем получать именно на выходе И на что у нас уходит в шланг Да, на пульвер, к примеру, настроил там 3-4 атмосферы и пошел красить Вообще, конечно, лучше, я думаю, настраивать уже непосредственно вблизи пульвера Чтобы потерь меньше И вообще при включенном пульверизаторе Это раз Второе Вот это называется обратный клапан Что это за хрень такая, сейчас скажу Это штука, которая помогает компрессору запуститься Она не дает, во-первых, воздуху выйти обратно через цилиндр на улицу И через вот эту трубочку, вот сюда Автоматика при выключении компрессора стравливает с этих всех трубок воздух Чтобы в следующий раз легче запуститься Все, я думаю, характерный такой шип после выключения компрессора слышали Правильно? Вот это как раз срабатывает автоматика И через вот эту трубку стравливается давление Теперь У компрессора есть отверстие для слива конденсата Значит, предупреждаю Сливайте конденсат, когда баллон сдутый Потому что если на 8 атмосфер накачано И вы начнете откручивать этот болтик Может вырвать Как улетит кому-нибудь в лоб Не очень хорошо получится Да, будет плохо Вот Так что смотрите Спустили давление, открутили Можете с открученным этим болтом Включить компрессор И он просто конденсат выдавит весь оттуда Это сапун Сапун для того, чтобы стравливать давление с картера То есть при нагнетении воздуха В картер все равно воздух просачивается И получается, что через это отверстие Излишки этого воздуха Просто-напросто удаляются с картера Часто идут компрессора С не поставленным вот так вот Именно сапуном А с заглушкой Пробочкой У меня был такой случай Человек купил компрессор И не поставил сапун А с заглушкой оставил Работал-работал Потом эта пробка вам в лоб заехала Нет, это реальный случай жизни Это без шуток То есть меняйте на сапун Потому что давление все-таки тут Создается Ну и сливной болтик Ну и уровень масла Я думаю, понятно Ну уровень, да За маслом следите Потому что тоже, как и в машине Пропустите вспышку Поменяйте пульс Это аварийный клапан Он присутствует в любом нормальном компрессоре Для чего он? Допустим Наворачивается у вас, к примеру, автоматика Пригорели контакты друг к другу И компрессор выключиться просто не может То есть при определенном давлении Ну данный клапан 8,8 Допустим Рассчитан на 8,8 атмосферы Он просто-напросто начинает вот так делать Стравливать воздух Чтобы не рванул баллон Вот То есть в принципе штучка нужная Как бы Значит Ну пресс-остат, манометры Фильтры Везде в принципе все одно и то же Уже если немножко больше компрессор берете Советую обратить внимание на обратный клапан От него все-таки зависит Насколько большая пропускная способность Вот по этим трубам, грубо говоря И клапан сам Сколько воздуха будет за раз пропускать Часто на двухцилиндровых Такого плана компрессорах Ставят клапан не такой большой А маленький Как вот на том компрессоре предыдущем был То есть тогда как бы Ну компрессор реально тяжелее работать Это раз Второе Обращаем внимание на блок запуска Часто ставят один конденсатор Летом в принципе это не особо сильно Смотрите, ребята То есть опять же Обращаю внимание на то Что в таком компрессоре мощном В котором двигатель 2,2 кВт К примеру, как в этом Должно быть два конденсатора Ну по-нормальному Потому что встречались с одним конденсатором То у них очень большие проблемы были с запуском Особенно зимой, когда холодно То есть один кондер У нас идет 200 микрофарад Нарисовали По крайней мере Это у нас пусковой Вот этот будет приблизительно 50 микрофарад Сейчас скажу точно 50 микрофарад То есть один из них рабочий А второй После запуска компрессора Просто тупо отключается То есть Если один конденсатор стоит То на самом деле Очень просто плохо С запуском становится В компрессоре И он просто-напросто может сгореть Ну и на холодный Вот этот вот трудный запах На холодный Очень вообще запускается плохо Были такие вот Эковские компрессоры У нас как-то Навозились мы с ними Также смотрите Есть ли в компрессоре Вот такая пимпа Это у нас Реле Термо То есть если вдруг Либо напряжение Какое-то поменялось За большое пошло Сила тока В смысле Либо перегрев какой-то То оно просто-напросто Отключит компрессор Там стоит Биметаллическая пружина Когда через нее Слишком много тока Проходит Она начинает нагреваться И от нагрева Она либо в эту сторону Отключает контакт Если она холодная То она замыкает контакт То есть Такой принцип Такие релюхи Если вдруг сработали Я как бы не советую Тупо сразу сжать И включать компрессор дальше То есть Потому что Если часто перегреваться будет Может выйти со строя Ну и потом купите компрессор Если вдруг оно не сработает Такие компрессора Двухкиловаттные Это компрессора С прямым приводом От двигателя Компрессор в принципе Неплохой Он даже годен на покраску Уже Полноценную Автомобили Но вообще Если вы хотите Нормально заниматься А не баловаться То советую Брать ременной Ременной На голову выше Значит На голову выше Почему? Потому что Смотрите Во-первых Напрямую без редуктора Тяжело запускаться Как я уже говорил Это раз Особенно в холодное время года То есть Это вообще Довольно большая И сильная проблема Во-вторых Двигатель этот Крутится С оборотами 2,850 оборотов Минута Так? Ну вот То есть и поршневая тоже Поэтому Нагрев большой И большой износ Потому что Допустим Ну и здесь тоже Вот ты говорил Пластиковые Даже эти Плавились С фильтром На этих Вообще Это Довольно Сильная проблема То есть Перегрев Тут конкретный Бывает В таких же Компрессорах Двигатель Абсолютно Идентичный Заметим То есть Те же 2,2 кВт Мощность Абсолютно Одинаковая Но За счет ремня Крутящий момент Уже на самой голове Другой Здесь Голова Движется Со скоростью Где-то 1020-1080 Оборотов В минуту То есть В три Почти раза Меньше Следовательно Износ В три раза Опять же Меньше Потому что Меньше надо Поступать Меньше В работе Да Меньше Работы Вот При этом Опять же Нагрев Здесь меньше Ну и Естественно За счет Редуктора Того же С двигателя И нагрузка Снимается То есть Не так Грузится Поэтому С такими Компрессорами Запуск Как правило Не проблема Опять же Заметим Ресивер Больше Стандартный Стоит До этого Ресивера На таких Компрессорах Можно добавлять И еще В принципе Ну Последовательно Но они Будут справляться Да То есть Не перегреются Ничего То есть С ними Такого не будет Скорость у него Накачки Скорость накачки В принципе Сильно не будет Отличаться То есть Все таки И тот И тот 2,2 кВт Просто У этого Короче Вывод какой Вот этот У нас Перегревается Этот Греется Моторесурс У него Меньше Гораздо Ну и с запуском Больше проблем Хорошо Вот еще Я у тебя вижу Такой еще Чудный Какой-то Ну это В принципе То самое Только Еще Меньше Шкив Вот этот Обратим Внимание Вот смотрите То есть На 2,2 кВт Какой здесь Шкив Да Маленький Но на 2 Ремня Идет А здесь Чуть Больше Вот он Больше То есть Получается Где у вас Меньше Шкив Там Естественно Легче Крутить Рычаг Меньше Приводной Шкив Меньше То есть А эти Одинаковые Здесь Вообще 800 Оборотов В минуту Это Уже Отдельный Разговор Тут В принципе Ну и Ресурс Еще Цена глобальная У них разная Двух поршневого И трех поршневого Сотка Грубо разница Да Ну Даже меньше Чуть Меньше Да Но в принципе То если Заниматься Покраской Серьезно Не Там Раз в месяц Там Да А Постоянно Заниматься То такой Компрессор Актуальней Ну то есть И этот И этот Хороший Уже Смотрят Ременной Главное Что пременной Я советую Просто ременной То есть Главное Чтоб был ремень Тут уже Меньше проблем Просто в итоге Будет Ну а уже Нюансы Нюансы В любом Компрессоре Вообще В любом Инструменте В принципе Свой косяк Есть Ну Конечно Ко семи Ну Что тут Да Чтоб Ничего Такого Колесики Вот у них Есть У меня Кстати Два Колеса Только На Пропускная Способность Хорошая Непосредственно Оказывает Очень большое Влияние На то Насколько Быстро Будет Качать Компрессор Потому что В узкий Клапан Много воздуха Ты не впихнешь Я говорю Как вот В этом Тут Пропускная Способность Гораздо Меньше Чем В таких Поэтому Тут Это Я считаю Вообще Для бытовых Таких Шарики Можно Надувать На праздник Шланги Некоторые Говорят О Хороший Компрессор Он что-то Не качает Народ От шланга Очень много Что зависит Сейчас Мы конечно Сильно Это не увидим Он то Работает Эй Коверт Но Пропускная Способность Шланга Очень сильно Влияет На работу Пневмоинструмента Любого Будь то Пульвер Гайковерт Что угодно Здесь к примеру Сечение Шестерка Шестерка Это довольно Тонко Для гайковерта Вообще Не катит Вот В принципе На покраску Ну Нормально Нет Мало Все равно Мало Вот То есть Я советую Брать Не такие Тоненькие Хрени Как для Продук А что нибудь потолще Получше брать Восьмерочку Хотим Обратите внимание На звук Компрессора Работает Степенно Мягенько Без надрыва Подожди Обратите внимание Какая разница Восьмерка Да Сечение В принципе Разница не столько Колоссальная Но звук Вообще Совершенно Другая Работа То есть Во-первых Сечение Шланга Выбирайте Потолще Ну Без фанатизма Конечно Не надо Двадцатку Брать Ну да От сечения Зависит много Тот же Самое Касается ХВЛПшных Пистолетов Тот же Касается По покраске ХВЛПшных Пистолетов Такие Пистолеты Расходуют Очень Много Воздуха И То есть Даже Если Компрессор У вас Скачает 400 литров В минуту Да С Сечением Шестерки Может Просто Не хватить А Еще Саша Шланг Одно Вот так Работает Трехцилиндровый Похоже Как работает Машина На холостых Оборотах Такой звук Не напрягает Во первых Ну И Сами Понимаете С такой Работой Самому Аппарату Нету Большой Нагрузки А сейчас Мы Продемонстрируем С прямым Двигателем Без ремня Как видно Разницу Слышно Да С какой Скоростью Он Работает То есть Разницу Объяснять Не надо Да Все слышно Ну и сейчас Мы запустим Самый Маленький 24 Литровый Там кстати В нем Сколько Один цилиндр Да Давай Так же Хочу обратить Внимание На то Чтобы Вы не смотрели На количество Цилиндров А на их размер Можно хоть 10 Их всунуть Но если они будут Вот такого размера Они качать не будут Это раз Второе Обязательно смотрите Чтобы вот эта часть Была из чугуна Если эта хрень алюминиевая Но это не компрессор Как определить Ну как Чугун на ощупь даже Вот ты посмотри Вот алюминий Сверху Иди сейчас Алюминий Видишь вот Голова алюминиевая А тут чугун Литье совершенно другое Чувствуется То есть тут проверить не проблема Так что проверяйте Вот это Как бы Тоже необходимо Ну надеюсь Какую-то информацию Вы ухватили То есть по компрессорам Очень много Тем Очень много было вопросов Что-то мы вам Объяснили Скажем спасибо Дяде Саше Дяде Саше Спасибо вам Заходите Будем рады Да Так что Анатолий Тоже сегодня с нами Ну а я с вами прощаюсь Всем добра И бабла Здоров Чуть не обосрался Блин Снимаешь? Да Божество Чуть не обкакался Ты это снимал Как вшикнуло что ли? Да Да я чуть камеру не выронил Так Всегда есть аварийный клапан Аварийный клапан в заднице Не отключил Так давайте посерьезнее А то сейчас пленка кончится Так Это Давай